Откуда у нас окуши? Я же тебе что-то не сказал. Спасибо большое. Спасибо большое. Нет, сейчас кушать, кушать. Да, вообще-то не хотела кушать. А теперь что-то я думал что-то. Ну ты не хочешь капучино же будет кушать? Я хочу его приготовить. Придется с собой пить. С собой? А что, сейчас надо? У меня желание возникло не преодолимое. Не преодолимое желание приготовить капучино в домашних условиях. Я увидела по телевизору вчера, как делают капучино в домашних условиях. Мы там делали в больших масштабах. Целые такую штуки. Потом замораживали эту пену. Я хочу попробовать. Одну чашечку сделать. Так, что нам понадобится? Затружим кофе. Обыкновенный. О, это пахнет просто. Так пахнуло сразу. Пахнуло, да? Ага. Так, ложечку. Блин, в таких маленьких масштабах наверное не получится. Амлин в больших полях. Затружим в больших полях. Два. Два сахара где-то примерно. Интересно, молоко сюда наливать или воду? По-моему, вода была горячей. Да нет. Или возможно даже молоко. Давай с молоком попробовать. Не надо экспериментировать, не знаешь? Вообще, я всегда хотела устроить себе голодовку. Потому что я жирная. И потому что я только ем. Надо, чтобы желудок немножко скукожился. А для этого нужно целый день есть. И наливаем сюда молоко. Сейчас попробуем, что у нас получится. И блендер. Вот, смотри. Путина. Чего ты смеешься? Нет, это не капутина. Я сейчас еще попробую. Не знаю, это хорош. Все. Бесит то, что у меня не получается. Да? Процесс вообще такой, там, с паром что-то связан. Не с этим, как делать молоко. Нет. Это все ерунда там взбиваешь. Я продукты взяла только. Успокойся. А если я этим забью? Нет, если ничем не надо. Сейчас посуду здесь пачкать. И это все. Успокойся. Не надо ничего делать. Все. Мой посуду всю давай. Закосяк. Закосяк. Вот это мой посуду всю. Закосяк. Закосяк. Какой косяк? Ты себе кофе сделал? Деда сделал. Ты себе втулки сделал, а я себе здесь сделал. Ну, мусора. От кого больше? От кого? От тебя. Вот это все твое. Мой давай. Это не мое. Посуду пришлось мыть, но кофе все равно получился. Смотрите, какая пенка получилась. Мне кажется, замечательный капучино. Если его перелить. Красивый стаканчик. Он отстоится. Вон какая пена сверху. Ааа, у меня получилось. Ура. Начали обрабатывать подъезды. Отходить. Вышли на улицу выкинуть мусор и пойдем проверим, работает ли зоомагазин. Вот так хожу. Потому что по-другому никак. Мушка не ест корм, который попадается в ближайшем магазине. Только Роял Канин, а он есть зоомагазин. Если он закрыт. Даже не знаю, с чем он у меня будет пытаться. Обычное мыло дома куча не лежит. И вот это мыло обычное разводное. Я зашла в аптеку. В государственную аптеку. Мне продали дезинфицирующие средства. Видно, что оно, конечно, какое-то такое подпольное. Подпольное. Это обычная херня. Смотрите, написано. Кожный антисептик гель мыла с пониженным пенообразованием. Состав. Читай состав. Обычно душа, как у мыла. Кто это понимает? У меня надули, да? 400 рублей оно стоит. Главное назначение. Обработка рук хирургов, медицинского персонала, любого профиля. В том числе роддомах. Работников детских учреждений. Почему написано, а? Тебе сейчас напишут то-то. Показания. Активен в отношении всех грамм, бактерий. Включая штамп, туберкулезы. Я не знаю, конечно. Обычное мыло. Хозяйственное. Берешь и мышь. Сейчас как хотят. Население поимеет просто. Кошельки ваши. Купила 5 масок. Вот. Медицинские маски, пожалуйста. Посмотрел эти маски. И стоят они 5 штук 200 рублей. Ну, я тоже согласна, что от них никакого смысла нет. Вот так вот, все щели, все открыто. Смысл от этой ерунды, так сказать. Это тоже самый платок я натяну. Смысла нет даже в том плане, что Денис отказывается одевать маску, А какая тогда разница мне. Даже если он заболеет, я все равно заражусь. Поэтому. Купила для того, чтобы на меня косы не смотрели на улице. И когда ходишь в магазин, если ты без маски, все остальные в масках у нас. И все на тебя смотрят, как типа такая там. Да никто не смотрит. Да все смотрят. Все ходят так же. Никто не ходит. Вот сейчас я в магазине была, все маски ходят. Я там смотрел, смотрел, как пробуют ходят. Маску подняли, облизнулись, дальше пошли. Я вообще в шоке. Нахер пододеваю. Облизнулись? Пакеты берут, маску так поднимают. Ну смысл, ты чего? Ну если они такие. Я говорю, сами себя просто люди успокаивают и все. А толку от этого ноль. Ладно все, не ори. А ты что будешь капусту такую тушить? Я думала ты будешь это, кашину. Такую, да? А для чего я купил сверху? А ну ладно. Хочешь это еще с такой? Ну можно это добавить. Не надо ничего добавлять. Чисто сверху. Ну хорошо. Так что, как у вас население будет разводить государство, так и будет там разводить дальше. Пожалеете меня? И так целый день ворчит. Ну развели, развели. Что теперь? Залезла сейчас убраться немножко в аптечки. Я тут ночью, когда искала, все переворошила. У нас целая упаковка этих бахил. И нашла маску одноразовую, представляете? Медицинскую. Думаю, что за эти торчат? А я без маски эти дни ходила. Надо же. Здесь прибраться может еще чем-то надо. Да, котенок? Так, я тебе сейчас. Я тебе сейчас. Дай сюда. Вот что делать. Что делать, а? Пакет тут есть. Так, ты здесь бахила, сейчас все изорвешь. А, вот это тем более нельзя. Знаешь, это на вес золота сейчас. Я поняла откуда. Смотрите, тут еще и халат одноразовый. Видимо, покупали что-то и был в комплекте. Вот халат, маска и, наверное, бахила. Только откуда у нас это, я вообще даже не знаю. Ладно, пригодится. Может, когда я в больнице была в реанимации, может, мама покупала. Я думала, у нас тут только бахила, а бахила, оказывается, будет всего лишь. Коза украла у меня банку с таблетками и носится с ней. Да-да, про тебя говорю. Убираю баночку. Мерю еще штуки. Выкидывайте, не выкидывайте. Большие. Большие стали. Ну ладно, еще месяцы будут как раз. Ты издеваешь? Нет. Ну-ка, да, посмотри. А это, кстати, вот эти джинсики хорошие. Они же адидасовские, да, у тебя? Хотя, да. Ага, ну они хорошо на тебя смотрятся. Не выкидывай. А что сильно большие, не большие, не тебе? Нет, времени просто надо. Все один. Ну-ка, повернись-ка. Нормальный. Ну тут чуть-чуть. Нормальный. Большеват, а как ты раньше носил? Ну, знаешь, потолще было, наверное. Потолще было? Да, его висят, видишь. Похудел. Ну давай папе отдадим, если хочешь. А папе? Он за место? Не знаю. Что за футбол у тебя? Это-то домашнее. Ебиться. Ебиться сердце перестал, да. Я в мой полы. Мою полы со средством специальным. Учила, в какой маске ходить, в какой правильно маске. Сама поперлась в магазин. Иду такая с магазина и со мной смеяться хочется. Такая училка. Только что говорила, как правильно нужно одеваться. Сама поперлась без ничему. Без перчаток, без маски. Ну, я на самом деле никого не учу, ребят, никогда. Я просто рассказываю, что сама слышала. Может, стоя купила перчатки. Что? Может, один. А ты оденешь? Из-за... 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 Ребята, у меня в который раз спрашивают, будут ли здесь двери в шкафу. Двери будут обязательно, мы так не оставим. Вы что думаете, как в деревне, да, тут склад будет? Нет, дверь, конечно же, будет. Как только будет возможность съездить в торговый центр и купить, будут. Но когда теперь эта возможность будет, я даже не знаю. У нас так же, как и у всех, карантин, все закрыто. На, спрашиваю, я отвечаю. Как попадем в Уфу, так и будут. Смотрел, там запитаны, что я запомнил. Смотрел, там запитаны, что я запомнил. Так, мой пирог испекся. Смотрите, что я дальше делаю. Манник. Вот шпажка сухая. Беру стакан молока. Это для того, чтобы пирог был влажный. Если вы любите сухой пирог, можете этого не делать. Все, видите, молоко сразу впиталось. Луковку закрываем. И пусть стоит. Тебе сюда такое глубокое? От любого капусты, какая у нас получилась. Из нее сегодня сам тушил. Вкусная? Я уже чувствую, что вкусно. Вкусно пахнет. И вот мой манник. Я его поел в разрезе. Как тебе? Вкусный? Угу. Не сухой? Нет. Вот, смотри. Бег хватит. Подобавить потом. Хватит, пока, да. Приятного аппетита вам. Очень вкусный пирог получился. Такой влажненький, пористый. Влажненький. Угу. Ну, видите, круг-то два куска. Отрезал. Одного мне мало. Да я знаю, что тебе одного мало. Еще сгущеночкой поливаю. Так что, как-то. Сюда я думаю, что не полезно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.